Добрый день, уважаемые председательствующие, коллеги! Вашему вниманию представляется клинический случай пациентки 73-х лет, которая обратилась в онкологический центр в 2009 году с жалобами на образование в левой молочной железе. При обследовании у нее был морфологически подтвержден диагноз рака левой молочной железы Т2Н2 и А1 с метастазами в подмышленных лимфоузлах, внутригрудных лимфоузлах и легком. Морфологически опухоль представляла из себя хердван положительные заболевания. По фиш-реакции рецепторы эстрогенов и прогестеронов положительные. Общее состояние ее было удовлетворительными. Жалобы она предъявляла на незначительную одышку, которая была связана с сопутствующим заболеванием длительно текущим. А показатели крови и функции сердца были абсолютно в пределах нормы. Вот такие данные были у нее при компьютерной томографии, которые на снимочках тоже продемонстрированы. И стрелочками отмечены опухолевые проявления в легких в данном случае и внутригрудных лимфоузлах. И она попала в исследование Клеопатра, поскольку удовлетворяла всем критериям. С сентября 2009 года по февраль 2010 ей было проведено 6 курсов по уже многократно представленной схеме. А с февраля 2010 по июль продолжалась поддерживающая терапия герцептином и пертузумабом. В феврале 2010 года у нее была достигнута частичная регрессия, вот с уменьшением размеров всех образований до таких, и что и демонстрируется при компьютерной томографии. В легких, в средостении. Из побочных проявлений отмечалось, вот из таких клинических значимых, третьей степени нитропинии. Другие все побочные проявления были первой степени. И только вот после 12 курса у нее была диарея третьей степени, возможно связанная вот с пертузумабом. В августе было зарегистрировано прогрессирование заболевания в виде вновь появившихся ранее, так сказать, регрессировавших метастазов легких. И выживаемость на таком режиме у нее составила 11 месяцев. Вот данные прогрессирования продемонстрированы на компьютерной томографии. Вторая линия лечения у пациентки была, так сказать, как она была зарегистрирована на тот момент капитсабином и лопотенибом. Также была частичная регрессия. И также пациентка лечилась в течение 11 месяцев. В последующем проводилась терапия литрозолом с лопотенибом. Ну, в маленькой дозе она уже его просто не переносила. Значит, на таком лечении выживаемость без прогрессирования получилось 5 месяцев и эффектная и лучшая стабилизация. Демонстрация данного результата на компьютерных томограммах. А с мая 2012 года в рамках программы Тереза пациентке проведено 23 цикла лекарственной терапии в режиме ТДМ-1 в дозе 3,6 мг на килограмм. Для нее это составило 273 мг один раз в три недели. При этом общее состояние ее оставалось удовлетворительным. Сохранялся небольшой кашель, который, возможно, также был связан с ее сопутствующим заболеванием. После первых же двух циклов достигнута была частичная регрессия, которая подтверждалась и при последующих исследованиях, что сейчас будет продемонстрировано на компьютерных томограммах. Из побочных проявлений отмечалась анемия, пульмонит, клинически незначимый, выявлявшийся только на компьютерных томограммах и никак не проявлялся клинически. Другие побочные проявления были первой степенью, за исключением анемии второй. В октябре 2013 года после 23 курсов лечения зарегистрировано было прогрессирование заболевания в виде увеличения размеров очагов. Выживаемость без прогрессирования на монотерапии ТДМ была 17 месяцев. Вот данные компьютерные томограммы. В последующем пациент продолжала лечение, так сказать, то, что было в наличии на тот момент, когда ей требовалась смена лечения. И вот такие препараты она получала. Последний вид лечения – это лучевая терапия на молочную железу и подмышечные лимфоузлы левые, поскольку увеличение размеров наблюдалось именно со стороны первичной опухоли. И вот к настоящему времени больная жива 71 месяц, ей к настоящему времени 77 лет, она продолжает находиться в общем удовлетворительном состоянии. И вот на самом деле удивительный совершенно результат. Ну это еще раз демонстрация, так сказать, линий предпочтительного назначения по линиям, так сказать, лечения. Благодарю за внимание.